МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сентябре прошлого года банк «Люминор» прогнозировал, что ВВП Литвы в этом 2023 году упадет на 1,2%. Однако сегодня экономист Джиги Монтас Маурицас говорит, что рост экономики в действительности не остановится, а в банке по итогам года пророчит уже плюс 1%. Правда, хорошие новости сопровождают плохие. Совсем недавно экономисты заверяли, что рост цен в Литве вот-вот полностью остановится, а в феврале или марте мы будем радоваться дефляциям. Когда цены не растут, а наоборот падают. Сейчас же они признают, что этот скорый поезд тормозит не так быстро, как предполагалось ранее. В сентябре в банке «Люминор» прогнозировалось, что в 2023 году инфляция составит 4,5%, а сегодня цифра пересмотрена до 7%. Основная причина инфляции – рост цен на продукты питания. И хотя некоторые из них, например, молочные продукты на несколько процентов подешевели, другие, например, мясом, должны продолжать расти. Тем временем более половины населения страны переплачивает за электричество, хотя цена на него падает. Поставщики отмечают, что цена на бирже упала до 21 цента за киловатт-час, но люди не предпринимают никаких действий, то есть не перезаключают договоры. Более того, каждый пятый житель страны вообще не знает, сколько платит за электричество. По мнению властей, тарифы менялись так быстро, что люди попросту устали следить за ценами. Сегодня электроэнергия на бирже стоит около 21 цента за киловатт-час, но люди платят по старым высоким ценам тарифа – до 28 центов, потому что разницу сверху этого по-прежнему компенсирует государство. Согласно опросу, проведенному по заказу компания «Электрум Летува», почти каждый четвертый житель страны платит 28-30 центов за киловатт-час, каждый пятый – 30-40 центов, каждый десятый – и вовсе больше 40 центов за киловатт-час. Власти предлагают изменить механизм пенсионных накоплений, смягчить автоматическое зачисление людей, не повторять его каждые три года. Также предлагается удвоить сумму, которую разрешено забирать при выходе на пенсию вместо периодических выплат – с 5 тысяч до почти 11 тысяч евро. И все же министерство не соглашается дать людям возможность покинуть систему накопления, поэтому оппозиции и профсоюзы называют планы по реформе поверхностными. Фонды, с другой стороны, уже видят опасность для будущих пенсионеров из-за этих изменений. В правительстве уже предлагают сделать накопительный механизм более гибким, ввести менее навязчивое автоматическое зачисление, а новому участнику дать трехмесячный срок, чтобы передумать. Министерство соцзащиты предлагает удвоить сумму, которую разрешено взять вместо периодических платежей при достижении пенсионного возраста – почти 11 тысяч вместо 5 тысяч евро. А вот сократить доходы распорядителей фондов, либо уменьшить отчисления, не предлагается. В пакете налоговой реформы Минфин Литвы предлагает ввести еще одну ставку налога на доходы физических лиц для работающих по трудовому договору, а также потолок дохода для обладателей лицензии на ведение бизнеса. Министр финансов Гентария Скейсте в среду вечером представила партнеру по коалиции фракции Партии Свободы планирующееся предложение правительства Сейму. Информацию о предлагаемых изменениях БНС подтвердили несколько членов фракции на условиях анонимности. По их словам, министр представила планы ввести еще и 25-процентную ставку НДФЛ для дохода, связанного с трудовыми отношениями. Такая ставка будет применяться, если годовой доход резидента составляет от 60 до 120 средних заработных плат. По данным Государственного агентства данных, в последнем квартале 2022 года СЗП составляло порядка 1,9 тысяч евро на бумаге. Более низкие доходы будут облагаться 20-процентной ставкой, а более крупные доходы – 32-процентным тарифом налога. Пока остается неясным, какой НДФЛ будет предложено применять к работающим в сфере индивидуальной деятельности. По словам источников, министр также предлагает обязать обладателей свидетельств о ведении бизнеса регистрировать индивидуальную деятельность, если их годовой доход превышает 24 тысячи евро. По их словам, также предлагается одна поправка к закону о подоходном налоге с населения, которая больше не позволит резидентам возвращать часть выплат, произведенных в пенсионные фонды третьего уровня и по договорам страхования жизни. Правительство обещает представить налоговую реформу на весенней сессии Сейма. В интервью БНС Кастя сообщила, что при представлении налоговой реформы в Сейм также будет предложено легализовать инвестиционный счет, отменить часть льгот, унифицировать подоходный налог с населения, чтобы он больше зависел от полученного дохода, а не видов деятельности, и расширить льготы по налогу на прибыль для инвестирующего бизнеса. В прошлом году министерство не представило пакет налоговых изменений, сославшись на большую геополитическую и экономическую неопределенность, возникшую после начала российского вторжения в Украину. Если бы президентские выборы в Литве состоялись в эти выходные, действующий лидер страны Гитанос Науседа получил бы наибольшую поддержку населения, свидетельствуют результаты опроса проведенного компанией Спинтер Тиримы. По заказу новостного портала «Дельфи» и опубликованного в понедельник. По данным опроса, в феврале за Науседу проголосовали бы 20,1% потенциальных избирателей, а в январе таковых было 19,4%. Его ближайшими соперниками могут быть премьер-министр Ингрида Шаманите и адвокат Игнас Вегяля. В марте нынешнего года установленная мощность витринных электростанций в Литве превысила 1 гигаватт. Это пятая часть ветровой мощности, которую Литва планирует располагать к 2030 году. Согласно подписанным протоколам о намерениях, только в этом году планируется установить витринных электростанций мощностью почти в 400 мегаватт, сообщили в Минэнерго. Сейм Литвы признал российскую частную военную компанию ЧВК «Вагнер» террористической организации. За такую резолюцию во вторник проголосовало 117 парламентариев, голосовавших против и воздержавшихся не было. Признав «Вагнер» террористической организацией, мы четко заявляем, что военные действия квази-государственных структур России, пусть ограниченные по своим масштабам, будут рассматриваться как точно та же российская агрессия, заявил один из авторов резолюции Лауринес Касчунос, являющийся председателем Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне. По инициативе председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринеса Касчуноса в законопроект о национальных санкциях были добавлены новые ограничения. В среду Комитет одобрил его предложение сделать публичными данные об экономических отношениях, созданных в Литве, компаний с Россией и Беларусью. Он также предлагает заблокировать право российских граждан или принадлежащих им компаний приобретать недвижимость в стране. По словам Касчуноса, публичное раскрытие информации о компаниях, которые все еще работают в России и Беларуси, предлагается для того, чтобы побудить их прекратить эту деятельность. В Литве в течение года планируется создать 18 парков контрмобильных средств, где будут храниться различные приспособления для фортификации. План, предусматривающий это, был представлен в пятницу на заседании, организованном Комитетом Сейма по национальной безопасности и обороне. «Учреждения пришли с четким конкретным планом, теперь мы будем его реализовывать», – заявил журналистом после заседания председатель комитета Лаурина Скащунас. «Будут созданы парки контрмобильных средств. Это места, где будут сосредоточены контрмобильные и фортификационные средства. Это те же противотанковые ежи, другие физические средства, ограничивающие возможное движение противника. Закупки уже запланированы, они осуществляются. Работы планируется завершить примерно через год. Создание парков обойдется в 18 миллионов евро, но в эту сумму не входит закупка военных средств, мин, торпед, ракетных комплексов». Война в Украине вновь на грани серьезной эскалации. Напряжение выросло после того, как разведывательный беспилотник США упал в Черное море из-за действий ВВС России. В Вашингтоне утверждают, что российские истребители полчаса отслеживали дрон, затем облили его авиационным топливом и, наконец, вывели из строя его пропеллер. Россия заявила, что американский аппарат нарушил ее воздушное пространство, хотя эксперты убеждены, что инцидент произошел над международными водами. Американская армия беспилотника МК-9 использует уже более 10 лет. Они не только способны нести множество ракет, но и широко используются для разведки. На этот раз такой аппарат выполнял полет над Черным морем в международном воздушном пространстве. Вот только российские самолеты долго его отслеживали, а затем решили потопить. А затем он подошел столь близко, что повредил пропеллер аппарата МК-9. Мы полагаем, что российский самолет также получил некоторые повреждения, говорит представитель ВВС США Пэт Райдер. Сообщается, что два тяжелых истребителя Су-27 несколько раз сбрасывали авиационное топливо на беспилотник, вероятно, для того, чтобы повредить его оборудование. Затем дрон был отправлен в воду. В Вашингтоне говорят, что извлечь беспилотник, скорее всего, не удастся из-за большой глубины. Предполагается, что беспилотник упал где-то к юго-востоку от знаменитого острова Змеиной. Россия заявила, что беспилотник МК-9 летел вблизи Крыма и направлялся к территориям, которые Россия считает своими. В результате резкого маневрирования около 9.30 по московскому времени беспилотный летательный аппарат МК-9 перешел в неконтролируемый полет с потерей высоты и столкнулся с водой, заявили в Министерстве обороны России. Россия заявила, что транспондеры беспилотника были отключены и что для его идентификации были подняты истребители, сообщает Ройтерс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова